Приветствую! 23 января был опубликован указ президента Украины номер 27-23. Этот указ касается отдельных вопросов пересечения государственной границы в условиях военного положения. В данном видео мы разберемся, что написано в этом указе, кого он касается и что это вообще для нас значит. Как вы видите, текст этого указа уже доступен на сайте президента Украины. Что же есть в этом указе? Как мы видим, что здесь указ принимается о том, чтобы ввести в дию решения Рады национальной безопасности и обороны Украины. Соответственно, само решение здесь прилагается и в этом решении мы видим, что РНБО приняло решение поручить Кабинету министров Украины у пятиденный строк внести змины до правил перетинания державного кордона громадянами Украины, затвердженных постановою Кабмину номер 57. Ну, всем нам известны правила пересечения госграницы. И смотрим, что предлагает РНБО сделать. РНБО предлагает в этих правилах ограничить возможность выезда отдельных лиц. И здесь идет перечень этих лиц. Ну и мы видим, что здесь члены Кабмина, перши заступники министров, коревники центральных органов иконавчей влады, коревник офису президента. По сути, здесь идет перечень топ-чиновников. Если вы подробно захотите ознакомиться с этим указом, ссылочка будет в описании к видео. Также, кроме топ-чиновников, здесь еще идут судьи, прокуроры, руководители государственных органов и их заместители, руководители структурных подразделений государственных органов. То есть, обратите внимание, это касается не только топ-чиновников, не только топ-руководителей, но даже руководителей структурных подразделений. А также, это касается работников, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, иными органами, органами местного самоуправления. Обратите внимание, что здесь речь идет только о работниках органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Речь не идет о работниках, которые работают даже на госпредприятиях и при этом забронированы. Ну и как мы видим, вот всем этим чиновникам, возможность выезда разрешена только в служебную командировку. Что это значит? Насколько это хорошо либо плохо? Ну, наверное, это нормально. С точки зрения того, что в стране идет война, то запрет для выезда тех, кто по сути составляет госаппарат, логичен. Потому что эти люди должны быть на своих местах. В такой сложный момент для страны они должны быть здесь на месте. Кого еще касается этот указ президента? Вот посмотрите, пункт второй есть, в котором написано, что Службе Безпеки Украины вжити заходов щодо перевірки законностей решений Министерства розвитку громад, територий и инфраструктуры, областных, Киевской и Министерства військовых администраций про выезд за межи Украины громадян Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обрунтованности внесения соответственных сообщений до информационной системы «Шлях». Что же это значит? Это значит, скорее всего, то, что уже все осознали, что шлях используется как способ выезда из Украины и РНБО, то есть настолько все серьезно, настолько, видимо, большое количество людей выезжает через систему «Шлях», что РНБО поручает СБУ заниматься этим вопросом. Это абсолютно не значит, что те люди, которые ведут волонтерскую деятельность, не смогут выехать. Конечно, смогут. Только теперь для тех людей, которые хотели злоупотребить, ну, скажем так, возникнут дополнительные сложности. Да, они будут находиться под пристальным вниманием СБУ. То есть вся вот эта система выезда через «Шлях», теперь, скажем, СБУ усилит свое внимание по отношению к тем людям, которые организовывают эти выезды. Ну и, собственно говоря, на этом все. Больше ничего интересного нет. Но для меня есть еще один интересный вопрос. А почему это постановление, этот указ президента появился именно сейчас? И те мысли, которые у меня возникают в связи с этим вопросом, абсолютно, честно говоря, меня не радуют. Ведь появись этот указ в феврале 2022 года, вообще бы вопросов не было. Да, это было бы вполне логично, что все госслужащие, в принципе, наверное, все должны были находиться на своих местах, да, потому что нужно обеспечить деятельность всего госаппарата. Но когда это появляется через год после начала войны, у меня возникает вопрос. Почему? Почему именно сейчас? Почему мы подошли к этому вопросу? И расстраивает меня одно, расстраивает то, что последнее время в СМИ очень много идет информации о том, что РФ вот-вот начнет такой второй этап, да, или какой-то этап уже наступления на Украину. И тут в свете этих сообщений в СМИ появляется вот такой указ президента. Вот это меня несколько расстраивает, потому что, возможно, этот указ президента говорит о том, что государство действительно всерьез рассматривает возможность того, что сейчас будет вторая такая полномасштабная наступление, вот, и они к этому готовятся. И, ну, меня, как, наверное, любого человека, находящегося на территории Украины, это, безусловно, расстраивает, потому что это свидетельствует о том, что война еще не заканчивается, и нам придется совсем этим жить и постараться еще это пережить. Друзья, вот, ну, наверное, такие не очень позитивные, не очень хорошие мысли вызывает у меня этот указ президента. И еще хочу добавить уже как юрист, да, все-таки, что указ президента, решение РНБО, указ президента, которым утверждено это решение РНБО, постановление Кабмина, которое, вероятно, в которое будут внесены эти изменения, не делает запрет на выезд из Украины законным. Потому что, напомню, что в соответствии с Конституцией Украины, право на выезд из Украины может быть ограничено только законом. А на сегодняшний день нет ни одного закона, в котором было бы указано, что во время военного положения в Украине запрещается выезд военно обязанных из Украины. Поэтому, к сожалению, вот эта такая альтернативная правовая реальность, она мне не очень нравится, но, тем не менее, она есть. И, наверное, да, еще какой вопрос может возникнуть, а может ли выехать, например, там, судья, прокурор, либо другой государственный служащий, как человек, который сопровождает? Думаю, да. То есть, если он сопровождает инвалида, сопровождает человека, который нуждается в уходе, то выехать он, безусловно, сможет. Почему? Да потому что никто не может там на границе, по сути, установить, являешься ты госслужащим, либо не являешься. Здесь речь идет только о тех случаях, когда забронированный работник или забронированный госслужащий едет и хочет выехать, как человек, который забронирован и, например, едет в отпуск. Вот это будет невозможно. Сопровождать инвалидов и других лиц, нуждающихся в сопровождении, можно. И, соответственно, вот эта возможность для выезда, в случае необходимости, она остается. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, подпишитесь на мой канал, поставьте ему лайк. Напомню, что у меня на канале есть много видео, посвященных вопросам мобилизации в Украине, военного положения и выезда из Украины мужчин в условиях военного положения. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.